Поклонники до последнего верили, что молодой артист может побороть опасный недуг. Последние часы своей жизни Иван Рудаков провел исключительно в реанимации. В больницу популярный российский актер Иван Рудаков попал 14 января, уже в критическом состоянии. Врачам ничего не оставалось, как перевести пациента в реанимацию, подключить его к аппарату ИВЛ. Как стало известно, летом прошлого года актер сериала «Медиум, вещейка и кухня» перенес коронавирус, однако, несмотря на проблемы со здоровьем, продолжал много работать. По мнению родных покойного, сердечный приступ, от которого скончался Иван, был вызван именно отголосками коварной инфекции. Так, переболев коронавирусом, Рудаков неоднократно жаловался на плохое самочувствие. Я помню, когда мы сняли второй проект «Медиума», где-то в декабре на площадке прозвучала такая фраза «Мы немного меняем сцены, потому что Ване стало плохо сердце». Ему вызвали скорую, но вечером он снова приехал на площадку. Я думала, что единственный случай, поделилась с журналистами коллегой Ивана по сериалу «Медиум» актриса Наталья Суркова. Но сегодня стало известно, что 43-летний Иван Рудаков незадолго до трагедии находился не на съемочной площадке очередного проекта, а в наркоклинике в Сокольниках. Такой неожиданный поворот событий невольно заставил поклонников вспомнить о другом известном российском артистке Дмитрия Марьянове. Напомним, что Марьянову стало плохо в стенах злополучного Рехаба, где по слухам он даже подвергался избиениям. Таким образом, молодой и востребованный артист Рудаков буквально сгорел за два дня, что стало огромным ударом для его близких. Напомним, Иван сын режиссера Алексея Рудакова. Субтитры создавал DimaTorzok